Леса Лесов, их рациональное использование и своевременное восстановление – одна из важнейших народно-хозяйственных задач. Мы привыкли считать, что главное богатство леса – древесина, а ее самая ценная часть – ствол. А ведь если подойти к дереву по-хозяйски, его можно использовать полностью. Волынь, хотя и лесной край, но по общим запасам древесины не может соперничать с таежными массивами Сибири. Может быть именно поэтому здесь впервые начали наиболее полно и рационально использовать не только древесное сырье, но и все остальные сокровища леса. Комплексное использование лесных ресурсов. А трубок главного и промежуточного пользования вели около 600 тысяч кубометров древесины. Еще совсем недавно при разделке ствола и его распиловке терялось почти 40% древесины. А между тем при рациональной разделке ствольная часть приносит большой доход. Сегодня тонкомерная и низкосортная древесина, а также отходы лесозаготовок и деревообработки используются для выпуска товаров народного потребления и производственного назначения. Каждый такой цех, а их на Волыне 5, производит на 400-500 тысяч рублей продукции в год. Строительство его окупается в течение 2-3 лет. Более 70 наименований различной продукции почти на 7 миллионов рублей в год выпускают лесохозяйственные предприятия области. И все это из сырья, которое раньше шло на дрова или сжигалось на лесосеке. Волынской напольной мозаикой украшены здания Звездного городка, Днепропетровского оперного театра, санаториев Трусковца, Моршина, Миргорода, помещение главного пульта Красноярской гидроэлектростанции. В руках полесских умельцев самое обычное дерево превращается в произведение искусства. Декоративные вазы, тарелки, ложки с росписью пользуются большим спросом в нашей стране и на мировом рынке. Декоративные вазы, тарелки, ложки с росписью пользуются большим спросом в нашей стране и на мировом рынке. Декоративные вазы, тарелки, ложки с росписью пользуются большим спросом в нашей стране и на мировом рынке. Получает фармакопейный дёготь. Подсочка всех сосновых насаждений за 10-15 лет до рубки позволяет ежегодно заготовлять сотни тонн жилицы, сырья для производства канифоли и скипидара. Быстро увеличивается и добыча такого тонизирующего напитка, как берёзовый сок. Ныне каждый гектар берёзовых насаждений, предназначенный крупки, даёт продукции на полторы-две тысячи рублей. Не менее полезными оказались ветки, листья, хвой. В области действует 11 цехов, которые поставляют сельскому хозяйству 13-15 тысяч тонн витаминной муки из древесной зелени. Из хвои извлекают целебные экстракты и эфирные масла. Приготовляют в ценный медицинский препарат хлорофиллокаротиновую пасту. Переработка зелени хвойных насаждений позволяет получать дополнительно с каждого гектара леса почти на 1200 рублей продукции. То, что раньше шло в отходы, теперь приносит ежегодно около 2,5 миллионов рублей дохода. При переработке одной тонны древесной зелени можно получить 150 килограммов витаминной муки, 100 килограммов хвойного экстракта, 250 килограммов клеточного сока и 500 граммов эфирного масла. Нашли на волыне применение и листьям. Дубовые, березовые, ольховые пришлись по вкусу шелкопряду, по лесскому тассару. Гусеницы превращают листву в тонны коконов, из которых получают тысячи метров первосортные чесучи. Ветки и сучья около 10 тысяч кубометров в год, а также отходы деревообработки перерабатывают на щепу. Она идет на изготовление древесных плит. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня на Волыне каждое дерево используют полностью, от кроны до корня. В области ежегодно заготовляют более 15 тысяч кубометров корней и пней. Добывают их взрывным методом. Это в три с половиной раза дешевле, чем вручную. Из них получают степидар, смолу, различные экстракты. Эта продукция дает хозяйством дополнительно более 70 тысяч рублей прибыли в год. Волынские лесоводы – рачительные хозяева. На территории области они оборудовали 600 заготовительных пунктов для приемки грибов, ягод и лекарственных растений. Ирабатывают за сезон 15 тонн грибов, 20-25 тонн ягод и полтора центнера лекарственного сырья. Затраты на его сооружение окупаются в два года. Заготовка и реализация такой продукции дает значительную прибыль, которая полностью остается в распоряжении предприятия и направляется на расширение производства, а также для поощрения работников, занятых заготовкой и переработкой дикорастущего сырья. На промышленную основу переводится выращивание клюквы. Уже заложены первые плантации этой ягодой. В естественных условиях клюква дает урожай около 200 килограммов с гектара. Здесь планируют получать по 5 тонн. Культивируют и черноплодную рябину. Переработку дикорастущего сырья в области ведут 4 консервных завода. В год они выпускают до 30 миллионов условных банок консервов, более чем 20 наименований. Спелая древесина дает с гектара примерно 3,5 тысячи рублей дохода. А собранные здесь за оборот рубки дары природы на тысячу рублей больше. Быстро развивается на волыне и пчеловодство. Используя богатейшую медофлору, лесничество ежегодно получает много меда и воска. Рыбоводство – еще одна статья дохода многих лесохозяйственных предприятий. От продажи рыбы они получают до 10-15 тысяч рублей с гектара водной поверхности. Девиз лесоводов сегодня – получать больше продукции с каждого кубометра сырья, с каждого гектара лесной площади. При комплексном использовании лесных ресурсов выход продукции из гектара составляет более 7,5 тысяч рублей. Вдвое увеличились и доходы. Только от реализации побочных продуктов леса на волыне получили свыше 12 миллионов рублей прибыли. Это дало возможность переоснастить предприятия, реконструировать и построить заново многие цехи и комплексы по переработке древесного сырья. Расширить жилищное и культурно-бытовое строительство. Сохранение и приумножение зеленых насаждений – непременное условие комплексного введения лесного хозяйства. За последние годы Волынские лесоводы заложили более 200 тысяч гектаров новых лесов. Каждый третий гектар леса здесь – рукотвор. Лес – не только источник сырья, а и место отдыха трудящихся. Ландшафтное лесоводство на Волыне стало таким же привычным и обязательным, как и мероприятие по повышению продуктивности лесов. Ландшафтное лесоводство на Волыне – Передовой опыт наглядно доказывает, что получить больше продукции с каждого гектара леса, значительно улучшить ее качество можно и без увеличения площадей рубок, без ущерба для родной природы. Ландшафтное лесоводство на Волыне – 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 Ландшафтное лесоводство на Волыне –